Потому что у них же там что ни день или что ни неделя, то все-таки испытания. Там абсолютно все стабильно остается, атака дроманов, работа противовоздушной обороны, ну и, конечно, их любимый план-ковер. На этот раз утверждается, что беспилотник якобы сбили в пяти километрах от вертолетного завода в Люберцах. Ну и отдельно скажу для наших зрителей, даже сама королева российской пропаганды, Маргарита Симоньян сегодня написала, что уже второй раз за одну неделю, не так далеко от ее места проживания, сбивают, в общем-то, беспилотник. Все никак не могут долететь. Тут какая история, Роман? С одной стороны, у нас есть заявление о том, что, как писала западная пресса, что удары по Москве — это история с тем, чтобы поднимать такой адреналин и настроение для украинцев. Мол, достается и им. С другой стороны, в своем свежем интервью президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война не может перейти в буквальном смысле на территорию Российской Федерации, потому что тогда мы останемся одни. Нравится нам это или не нравится, но там ведь действительно есть такая позиция наших западных партнеров, что все, что они дают или все, что происходит, должно остаться у нас. Мы здесь должны побороть и уничтожить российскую армию. Тогда получается, что это какая-то биполярка. Дроны летят, но при этом мы как будто бы не воюем на их территории. Что за этими атаками стоит? Ну, кроме того, что мы с удовольствием читаем посты Маргариты Симоньян, которая плачет, что в 4 часа ночи она, бедная, проснулась от шума. Ну, скорее всего, сейчас идет такой подготовительный процесс. Дело в том, что для того, чтобы управлять дронами с дальностью в 500-700 километров, ну, это же надо научиться. Во-первых, надо произвести дроны. Нужны системы управления, нужны операторы, которые этими дронами управляют. Потому, я думаю, мы сейчас на начальном этапе обучения даже, может быть, всей системы. Это целый комплекс. Это не сидит какой-нибудь один человек и смастывил на колени беспилотник, и ему забрасывает Москву. Хотя это тоже не исключает. Всякое может быть именно так, только с другой стороны, с Урала, может быть. И такие есть умельцы, среди россиян тоже хватает. Хотя, исходя из того, что видят россияне, снимают и фотографируют, и сбивают в том числе, скорее всего, это наши бобры, летающие бобры. Это Гуровская разработка. И они работают по Москве. Точки входа, они уже видны, понятны. То есть, общее направление с запада на восток. Дальность у этих дронов могут достигать 500-700 километров. Потому, скорее всего, это все даже не запускается с украинской территории. Хотя некоторые удары, особенно коптерами по аэродромам, они точно производят из территории России. Это значит, либо группы заходят в наши ДРГ, либо уже внутренние есть резервы в самой России, которые выполняют. Но вот эти удары именно по Москве, по военным объектам в Москве, это пока только пристрелка или вот первый этап. Это называется, мы еще не начинали. Реально не начинали, потому что дальность этих дронов довольно-таки большая. Это сложный дрон, это не простой дрон. Это сложный дрон, который надо изготавливать. Естественно, надо научиться им работать. Ну а после того, как научимся, уже, наверное, пойдут такие волны дронов, как вот сейчас это видно, работаем уже и по Крыму, и по ближнему. По ближним аэродромам к Украине. По Ростовской, Курской области, по Воронежской области. Ну там дальности до 200 километров. А 500-700 это довольно-таки пошли. С дальностью до 200 километров есть прямое управление дроном. То есть даже если серьезная станция, она может прямо дроном управлять. Или, допустим, через ретранслятор. А вот уже дальность 500-700 километров, это уже управление дроном. Либо дрон идет по GPS-координатам, либо у него прямое управление, но в связи со спутником. А это уже сложновато. То есть это уже серьезная машина, которую еще надо научиться. Там есть определенное время задержки. Пилотировать даже сам дрон на таком расстоянии с прямым управлением очень сложно. Потому, я думаю, впереди еще такие серьезные атаки по Москве, если еще кто-нибудь гуру перечислит, как вот киевляне, городминистрация перечислила на дроны несколько миллионов гривен. То есть если найдутся такого рода спонсоры, так там веселее пойдет работа. И там Симоньян будет, наверное, не то, что каждую ночь, а каждый час подрываться, чекиниться возле взрывов. Да, но знаете, как с другой стороны, пока вы говорите, кто-то только учится и пристреливается с этими беспилотниками, есть действительно потрясающие результативности эти истории, где они уже применяются. И да, действительно, дистанция, она тоже очень важна. 16 дронов Камикадзе атаковали накануне аэродром в Курске. Как сообщают наши источники, Курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка Службы безопасности Украины. Дроны Камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей радары комплекса С-300 и два панциря. Почти все беспилотники Службы безопасности Украины долетели до своих целей. Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, наша украинская Бавовна получилась впечатляющей. Значит, давайте напомним Роман нашим зрителям, что, как бы, мягко говоря, панцирь должен был бы, вроде, защищать этот аэродром и не только. Бесконечно, это не первая история, на прошлой неделе, вот на этой сейчас, мы видим, что подбиваются российские самолеты, и очень важно, подбиваются не в воздухе, а прямо на аэродроме. И еще в прошлом году, когда впервые там на Энгельс прилетала и не только, было удивительно, где же система противовоздушной обороны. Ну и тогда это объясняли тем, что россиянам казалось, что они так далеко и настолько защищены эти аэродромы, что, ну, что ж там, передвинули эти установки противовоздушной обороны и достаточно. Сейчас они точно знают, как далеко мы залетаем. По-разному, когда эффективно, когда менее эффективно, когда нас сбивают, но тем не менее. И здесь снова такой результат. Что за этим стоит? Я понимаю, что все равно нужно еще дождаться подтверждения спутниковой снимки, что там уничтожено и что подбито. Но факт остается фактом, что беспилотники долетели. Ну, дело в том, что по Энгельсу в прошлом году работали стрижи, это тушки ТУ-141. Это такой сарай с крыльями пятитонный. То есть его не заметить, это значит, было полностью отсутствовало ПВО. То есть вообще его не было. Потому что не заметить тушку, ну, очень сложно. Это серьезный аппарат с реактивным двигателем, системой управления, то есть там до 200 килограмм боеприпасов он может нести. И сам пятитонная машина, около звуковая скорость. То есть это был расчет на полное отсутствие системы ПВО. Он оправдался, там действительно ее не было. А вот в ближнем, так сказать, радиусе, это чуть больше сотни километров от линии фронта или от границы. Те аэродромы, которые находятся, это та же Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Ростовская области. Ближние аэродромы, на которых базируются те же Сушки и Миги. Это управление, уже прямое управление, скорее всего, дронами. И дроны, которых действительно не заметили российские ПВО. Это говорит о том, что дроны использовались, скорее всего, с малой ЭПР. Это малая эффективная площадь рассеивания. Есть такие дроны, там чуть ли не картонные, которые могут нести несколько килограмм взрывчатки. И этого достаточно, допустим, если под прямым управлением. Такой картонный дрон с, допустим, двигателем, даже не внутреннего сгорания, а с электродвигателем, а с системой управления, прямой системой управления. То есть камера, которая показывает оператору, куда идет дрон. Прямая система под 150 километров где-то может работать. А с ретранслятором дальше. Все зависит от того, насколько хватит электроэнергии для электромотора, ну то есть батареи для электромотора, для того, чтобы дотолкать этот дрон. И вот несколько десятков такого рода, скорее всего, именно такого рода дронов. В свое время, по-моему, в прошлом году, в начале этого года была информация, что нам такие дроны передавала Австралия. Если, допустим, они стали на боевое дежурство и выполняют боевую задачу, так его просто не видит ни одна система зенитно-ракетный комплекс. Они просто его не видят. Дело в том, что ЭПР, как у Воробья, наверное, у Воробья больше площадь рассеивания, чем у этого дрона. Потому этими дронами, по большому счету, мы можем вывести из строя все самолеты россиян. Это не то, что уничтожить. Или это не ракета с полтонной взрывчатки. Это может быть 2 килограмма тротила, но начиненного, допустим, определенными поражающими гайками, даже простыми. При взрыве над самолетом он выводит самолет из строя, пока его не восстановят, то есть пока не разберут, не расклепают, пока не поймут, куда эти гайки долетели, какую систему перебили. Это выводится из строя самолет на несколько месяцев. И то потом на этом самолете летать очень стрёмно будет летчикам, понимая, что, может быть, не все гайки нашли. Вот летчик садится на сверхзвуковую машину, зная, что где-то в каком-то месте был взрыв и заход поражающих элементов. И вопрос, он там будет себя чувствовать с таким легким мандражом, по крайней мере. Потому, я думаю, хорошую такую тему нашли контрики еще. И для вот таких родоопераций, помимо бэков, которые они сейчас используют, вот эти си-бэйбики, малыши эти морские, вот они еще себе тему нашли. Полетать захотели, видят, тоже где-то летчик завелся. Вот я уже заметил. Скорее всего, приняли к себе летчика Гуровцы, Буданов, и, наверное, и Кондрики где-то поднашли бывшего летчика. Он нарисовал, как правильно, грамотно выполнять боевые задачи. Ну, положительно, молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok